Хорошо, мы продолжим. Захария, 9 глава, стихи 9-10. И это интересный отрывок, веселый, потому что здесь говорится об осли. От радости черь Сиона торжествует черь Иерусалима. Смотри, твой царь грядет к тебе. Он праведный, он справедливый, но он умный. Он сидит на ослице. Да, на молодом ослице. Я буду забраться от Ифраима и от войны от Иерусалима. Тогда истреблю колесницей у Ефрема. И коней в Иерусалиме сокрушен будет бранный лоб. И он возвестит мир народам. И владычество его будет от моря до моря. И до моря и от реки до концов земли. Снова мы имеем дело с третьей категорией мессианских пророчеств. Первые две категории, они соединены вместе, перемешаны. И мы не видим явных отличий. В 9 главе 9 стих говорит о первом приходе. В 9 главе 10 стих говорит о втором приходе. В 9 главе 10 стих о втором приходе. Это можно еще подтвердить другими стихами из Писания. Но в самом тексте это не видно. Давайте более подробно смотрим. A background to these verses is an invasion of Israel by a foreign king. Захария 9.9. Если рассмотреть исторический фонд этого стиха, это было вторжение в Израиль царя от другого, иноземного. This is prophesied in Zechariah 9, verses 1-8. О чем пророчество в первых восьмых стихах этой главы. Эти стихи исполнил Александр Великий, Александр Македонский. Но в 9 стихе, в противопоставлении вторшемуся языческому царю, мы находим ссылку на будущего царя, кто есть еврей. Израиль сказано радоваться, потому что твой царь, или другими словами, царь Израиля, израильский царь, грядет, идет не против тебя, но к тебе. Иерусалим должен радоваться, потому что в отличие от Александра, этот царь будет другим. И Некоторые у нас есть такие ссылки, либо описания. Первое, он будет праведным. Также он будет A point which we saw made in Jeremiah 23, verses 5-6. Его качество — это праведность, что мы нашли в Иеремии 23, главе 5-6 стихах. И это в противопоставлении Александру Македонскому, потому что он умер от того, что перепил слишком много алкоголя. И второй пункт. Он придет со спасением, спасающий. Александр Македонский пришел завоевывать, также разрушать и убивать. Это очень ясно видно в истории. И, конечно же, здесь говорится о совсем другом царе. Третий пункт. Он будет кротким и смиренным. И слова «кроткий» в том плане, что он будет унижен. И Мессия был униженным. Из-за того, каким образом он пришел. Почему он пришел? Александр Македонский с другой стороны. Можно сказать, помпезно пришел, с силой пришел. И он жил, чтобы хвастаться. Это очень интересный факт в истории. Хотя я знаю, что в английском очень много ошибок было. Англичане сделали много ошибок. Мы должны были помогать возвращению евреев. Но то, что было возможно хорошо, когда генерал Алаби вошел в Иерусалим, он слез со своей белой лошади. И он вошел в Иерусалим. Почему? Потому что он был верующим. И он сказал, я не въеду на белом коне. Единственный, кто въедет на белом коне, это Ешуа. И в противопоставлении Александру Македонскому, который тоже въехал на белом коне. Александр Македонский въехал на белом коне. Это царь, о котором здесь сказано, уезжает на осле. Самая последняя вещь, которую можно ожидать от царя. На осле. Это был самый низший уровень транспорта того времени. Можно сказать, Ешуа въехал на Запорожье. А тарабант? Да. Вы не знаете, что тарабант? Это маленькая машина, сделана из карборд, которую они использовали много в Румынии. Но в оригинале это получается въехал на тележке, сбитое из дерева и досок, которые часто использовали в Румынии. Маленькая машина просто. Можно сказать, смиряющий способ передвижения. Вот что я хочу донести здесь. Но он въехал на молодом осле. Молодой осел, сын подверебных, осел, на котором еще никто не ездил. И некоторые из проповедников процветания использовали это для того, чтобы сказать, что если бы Ешуа был сегодня в наши дни, Ешуа бы никогда не ездил на бушной машине, он бы ездил на новой машине. Я думаю, что я не верю в это. Но он въехал на этом осле. И обычно этот осел, либо конь, на котором никто не ездил, он пытается скинуть нового наездника сильно, с силой, но этого не произошло. Этот маленький осел знал, кто сядет на него. Поэтому он был мирным и очень спокойно, нежно въехал в Иерусалим. И как вы видите, это пророчество уже исполнилось в Новозаветних Писаниях. Триумфальный въезд Ешуа в Иерусалим в начале последней недели его жизни. Матфея 21, 1-11. Это стало знаком его презентации как мессианского царя. Если мы посмотрим на Стрелку, до этого момента Ешуа не было этого момента. Если мы посмотрим на Писание, то до этого Ешуа еще этого не говорил, еще не делал. Он пришел, чтобы принести благую весть. Он пришел, чтобы исцелять больных. Он пришел, чтобы быть с бедными и смиренными, презренными. Again. Презренными высшим классом того дня. Именно в тот момент Он говорил, что да, я тот царь, о котором говорится в пророках. Ешуа инструктил его десерт был идти в Бетфейх и найти култ, который никогда не был написан до Бетфейх. Какой город сказали, чтобы там нашли Матфея 21, найти осла. Матфея 21, 21 глава. В Ифагию пойти и привести осла. И когда мы изучаем эти Писания, мы видим прогрессию. Не следует упускать чудесный момент этого. По природе животное должно было бы сбить Ишуа, снести как-то, опрокинуть Ишуа со спины своей. Вместо этого он подчинился и ввез его в Иерусалай. И как я сказал, Захария 9, 10, это относится ко второму приходу, сейчас мы это не разбираем. Однако тут сказано, чтобы все оружия были удалены из земли. Истреблены все оружия для того, чтобы принести мир и покой. Давайте посмотрим на равнистический взгляд на это. И здесь мы ясно видим два типа мессианских пророчеств, которые находятся очень рядом друг с другом. Первое, Мессия is described as being lowly and oppressed. But then in the very next sentence he is seen as king whose dominion extends to the whole earth. what did the ancient rabbis do when they looked at these two seemingly contradictory prophecies? what did the ancient ravewina when they saw these противоречия друг другу пророчества рядом друг с другом? As I said earlier, their chief means of doing this was reconciling by saying they would be two different messiahs. Во-первых, как они могли примерить эти два противоречия то, что будут два разных мессии. It's again a text which shows us that they believe that one messiah would come who they called the son of Joseph to fulfill the suffering passages who would then be followed by a messiah the son of David the conquering messiah but they did consider these passages to be messianic if you look in the town in Sanhedrin 98 B and 99 A for those who want to do that if you look in the Talmud in Sanhedrin 98 and 99 one famous rabbi rabbi Gilel said Israel can expect no messiah because they consumed him in the days of Hezekiah Hezekiah and the answer that was given to this or the retort as it said here when did Hezekiah live not in the days of the first temple yet Zekhariah during the time of the second temple prophesied and then he quotes Zekhariah 9 9 I won't bore you with all the references here but I will give you the references from the scriptures but if you want to study that you can do it yourself now I'm not sure if I pronounce these correctly of course but it's the Pesikita what's that it's part of the Talmud and in part 53 it also talks about a comment on this text that he would be lowly and been denied also in the Talmud again in the Sanhedrin 98 it talks about a rabbi Joseph the son of Livia and he makes an objection but they reconfirmed the fact that the ancient rabbis in any case regarded the fact that the rabbis in any messianic text that these 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 messianic prophecies o messianic there is also an alternative rabbinical interpretation to explain two lines of messianic prophecies to explain two types messianic prophecies this says that either one line of prophecy or the other will be fulfilled but not both they said that either one line of prophecy or the other will be fulfilled but not both if Israel is righteous Messiah will come riding on the clouds and if Israel will be right then Messiah will be on the mountains but if she is sinful then he will come riding on a donkey but when we look at scripture we can see clearly that it requires the fulfillment of both prophecies okay the renewed covenant scriptures viewpoint is much simpler than either of the rabbinical views above it teaches that there would be one Messiah that he would come twice that he would come twice first to die and the second time to roar thereby fulfilling all the prophetic statements concerning him and I will say all the prophetic statements concerning him okay let me just separate this out for you one second so and I will say let me just separate this out for you one second so Messiah's first coming would be characterized by humility Messiah's first coming would be characterized by humility Messiah's secondly Messiah's official presentation as messianic king would come when he rides into Yerushalayim riding on the fall of a donkey as I said at the beginning we are building and as I said at the beginning we are building we are laying one stone on top of another and in this way we will eventually get a complete picture to Zechariah 11 verses 1 to 17 okay seeing that this is a little bit longer text I'll just have it read in Russian so we are going to read or you want to read no I will just let it be Russian 11 1 to 17 it talks of the two shepherds let's read let's read let's read let's read непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено при воле их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают не наказано. Оправдавшие говорят, благословен Господь, я разбогател. И пастухи их не жалеют о них, ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить совет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающих меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какой они оценили меня. И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господен для крышечника. И преломил я другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука и совершенной сохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Есть разные виды пророческих людей, пророков. И Захарий один из тех, который жил пророчеством. Можно было бы сказать, он был как актером, который показывал, иллюстрировал то, что хотел Бог, что хотел донести Бог. И в одиннадцатой главе говорится о первом приходе и о сопровождающих приход события. И глава делится на три раздела. Стихи 1-3, в котором говорится об абсолютном уничтожении Израиля с севера пришедшим. И это исполнилось, когда было первое и второе повстание против Рима в 70-м году и в 135-м году нашей эры. Также из стихи 4-14 Говорится о событиях грядущих и также об отвержении настоящего пастыря. Который является Мессией. И что привело к разрушению, к уничтожению в 70-м году. В стихах 15-17 Это описание избрания лже-пастуха. Что привело, в свою очередь, к разрушению в 135-м году. Это такой обзор для вас. Захария 11-1-3 И что это было за опустошение, описанное в стихах 1-3 Это произошло только в 70-м году. В результате первого повстания евреев против Рима. И можно сказать, что эти три первые стиха исполнились к 135-му году нашей эры. Потому что было первое опустошение, а потом окончательное опустошение, разрушение в 135-м году. Откуда мы знаем это? И часто о еврейском храме говорилось, как о кедре. И снова нужно возвратиться к книгу царств, чтобы прочитать о построении храма. Чтобы понять это. Чтобы вы поняли, что я говорю правду. В 1-5-6 Вот и намерен построить дом имени Господа Бога моего. Как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря Сын Твой, которого я посажу вместо Тебя на престоле Твоем, Он построит дом имени моему. Итак, Прикажи нарубить для меня кедров с Ливана. И вот рабы мои будут вместе с Твоими рабами. Я буду давать Тебе плату за рабов Твоих. Какую ты назначишь? Либо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне. И каким-то образом мы можем найти информацию о количестве деревьев использованных в построении храма. И очень много кедров использовалось для построения. Очень во многих конструкциях самого храма. И кедр очень крепкое дерево. Очень хорошо оно переносит время. Поэтому в терминологии очень часто храме говорится как дом из кедра. И также это описание разрушения в первом и втором стихах. Это ссылка на разрушение в будущем храма. Что во время пророчествования Захарии все еще был восстанавливаем храм. Второй храм. Мне нужно вам немного истории также дать. Было бы интересно больше исторических фактов дать вам. Это просто небольшой намек, чтобы вы понимали, что происходило. И в третьем стихе, первая половина третьего стиха, относится это к пастухам. Это говорит о еврейских лидерах. Как терминология библейская говорит, что они являются пастухами над Израилем. И здесь говорится, чтобы они рыдали из-за опустошения их славы. И когда уже на самом деле Иерусалим и храм были разрушены, их слава была разрушена. Если вы прочитаете исторические книги, вы видите, что с одной стороны храм еврейских лидеров того времени стал важнее, чем сам Бог. Вот именно этим они хвалились. Находили свою славу. Не слава в том, что сам Бог присутствовал в храме. Но когда люди приходили в Иерусалим, посмотрите на наш храм. Посмотрите, какой великий храм. Посмотрите на золото, на кедры. Посмотрите на камни. Они славу свою видели в храме. И когда он был разрушен, они плакали, они рыдали. Вторая половина третьего стиха концентрация на разрушении, опустошении Иорданской долины. Об этом также говорится в Иеремии 49, 19. И Иеремия 50, 34. Поэтому та долина тоже была опустошена. И это тоже произошло где-то в период 70-го по 135-го года. Земля была опустошена. Это было как наказание. И это было совершено римскими армиями и следующими войсками, следовавшими за ними. Настолько было большое опустошение в земле. Кто был автором Тома Сойера? Кто был автором Тома Сойера? Марк Твейн? Марк Твейн. Да, Марк Твейн. Да, Марк Твейн посещал потом землю. Не спеши, Саша. Не спеши. Да. Когда Марк Твейн посещал землю в 18-м веке. И там очень такое известное описание есть. Он говорит, это земля болот. Опустошенная. Полно москитов, комаров. Место, где никто бы не хотел жить. Вот какое было опустошение. И удивительно, когда вы в Израиль сейчас поедете. И вы увидите восстановление. Остальная часть главы говорит о причинах разрушения. Отвержение истинного пастуха. И принятие ложного пастуха. В четвертом стихе по четырнадцатом стихе описание отвержения настоящего пастуха. И в четвертом, шестом стихах поручение настоящему пастуху. Пророк Захарий отдает поручение. И пророку Захарий дана была роль для того, чтобы он ее сыграл, для того, чтобы передать это Израилю. Как я уже сказал, Захарий один из игравших пророков, воплощавших. Он воплощал в жизнь пророческие слова. Он воплощал в жизнь пророческие слова. Овцы, которые уничтожены их владителями. Это символ Рима. И даже своими собственными пастухами. Это символ еврейских лидеров того времени. И там сказано, они не имеют милости на них, к ним. В пятом стихе, это стадо народ Израиля было оставлен человеком. Но позже, в шестом стихе, что они также были оставлены и людьми, и Богом. Бог утверждает, что Он станет сделать так, что каждый человек упадет into the power of his king. Вначале это немножко смущает. Поскольку во время римской оккупации у Израиля не было царя. Однако мы читаем в Евангелиях, что Ишуа, настоящий пастух, стоял во время своего суда над ним. И Понтий Пилат просил людям, «Вот ваш царь». Но фарисеи отвергли Ишуа. И они возгласили, «У нас нет царя, но Цезарь». И поскольку они отвергли Мессию своим царем, то стих, который мы можем прочесть, это Иоанна 9, 15. И только Цезарь был признан царем, еврейскими лидерами. И поэтому этому царю Бог придал их на суд. Во время, когда была война с римлянами в 70-м году, и было убито где-то 100 тысяч евреев. А 97 тысяч было убедено в рабство. Видите ли вы это? Понимаете ли вы это? Бог утверждает, что каждый человек попадет под власть либо в руки его царя. А еврейские лидеры избрали Цезаря. Поэтому они были преданы в его руки. В 7-11 стихе мы видим то, как было исполнено это поручение. Захарий исполняет то, о чем попросил его Господь. В 7-м стихе он пасет овец, которые обречены на заклание. Но особенно бедных из овец. Тех, которые горчены. В некоторых переводах сказано «бедные, нищие, нуждающиеся». Это обычно распространенная фраза в пророческих книгах. И всегда является ссылкой или описанием праведного остатка среди Израиля. И, как я раньше сказал, во время первого прихода Иешуа он пришел к нищим. Он пришел к бедным. Он пришел к тем, которые были отвержены лидерами Израиля. И он кормил их. И он кормил их. За один раз пять тысяч кормил. Хлебом и рыбой. Но теперь мы видим, как Захария это воплощает. И играет это как пророческое действие. И хотя много раз в истории Израиль в целом бунтует и повстает, неправедно ведет себя, всегда в Израиле оставался небольшой остаток праведных верующих людей, которые называются остатком Израиля. И хотя Мессия придет служить всему Израилю, будет особенный акцент в его служении. И это акцент в отношении этого остатка верующего. Исполнение этого мы видим в 9 главе 25-26. Когда Ишуа ходил вокруг, все селения и деревни заходил, учил в их синагогах, провозглашал благою весть Царства, исцеляя всякую болезнь и немощь. Когда он увидел толпы, он сжалился над ними, потому что они были беспомощны, как овцы без пастуха. Это слово сострадание, что есть в этом отрывке. И то, что Ишуа сердце было сокращено, и он плакал. И в своей работе, в своем деле Захария применяет два посоха. Одному посоху дано название благоволение, а второму посоху название единство. Okay. What verse? We go back to Zechariah in the beginning here. Жезлов благоволения, 10-й стих. Yep, I called the one Noam, which means pleasantness. The verse, sorry, I don't know. Благоволением и узами, да? Седьмой стих. Два жезла. And the other I called Hov Alim, bound together. Благоволение и узы. Yeah? In other words, pleasantness and unity. В Иврите это можно перевести как приятное, приятное, благоволение и единство. Жезл под названием «Благоволение» было для защиты от стада. Жезл под названием «Единство», узы, для того чтобы делать так, чтобы стадо не разбегалось, оставалось вместе и сохранять его единство. Okay. I'd like to take it to you.